Привет-привет! Флан-патиссье. Довольно распространенный французский десерт, который можно купить практически в любой булочной кондитерской. Кстати, готовится он довольно просто, но есть некоторые детали, которые не стоит опускать. В общем, сейчас все покажу. Кухня Bon App, я Алексей. На плиту ставлю кастрюлю с молоком. Добавляю немного ванили. В самом крайнем случае можно добавить пару пакетиков ванильного сахара. На средне-слабом огне оставляю молоко нагреваться. Таким образом аромат ванили раскроется максимально. Молоко нужно довести до кипения. Дальше нужны яйца. Всыпаю сахар. А также всыпаю кукурузный крахмал. Но! Не советую его заменять на муку или картофельный крахмал. Текстура, вкус будут не теми. В общем, не надо. Только кукурузный крахмал. Щепотка хлопья в соли. Это по желанию. Все тщательно перемешиваю венчиком. Поначалу крахмал будет образовывать комочки, но потом все разойдется, масса станет однородной и муссообразной. Отлично! К этому времени молоко только-только начинает закипать. Снимаю с плиты. Вливаю яично-крахмальную массу. При этом постоянно помешиваю. Практически сразу чувствуется, как крем начинает загустевать. Кстати, да! Это крем-патисьер. Возвращаю на плиту на средне-слабый огонь. Все так же постоянно помешиваю. Готовлю его еще буквально несколько секунд. Крем должен начать закипать. Но вы увидите пузырики, которые поднимаются со дна кастрюли и взрываются на поверхности. Можно снимать с огня. Перекладываю в подходящую миску. Накрываю пищевой пленкой, так чтобы был контакт с поверхностью. Это предотвратит образование корочки. Теперь оставляю остывать до комнатной температуры, а затем убираю в холодильник, чтобы крем хорошо охладился. Его можно вообще приготовить накануне. Чтобы фланг получился как надо, желательно использовать охлажденный крем. Подготавливаю тесто. Мука, сахар, щепотка соли. Пальцами начинаю перемешивать. Добавляю размягченное сливочное масло, порезанное на кусочки. Продолжаю перемешивать. Даже не перемешиваю, а растираю. Таким образом масло пропитывает муку. Образуются мельчайшие рассыпающиеся комочки теста. Отлично! Добавляю яйцо. И все так же растираю и смешиваю. Как только тесто станет образовывать комок, оно готово. Совсем не нужно вымешивать его долго. Так оно только утратит свою рассыпчатость. Тесто укладываю в пищевую пленку. И плотно заворачиваю. Убираю минут на 15-20 в морозилку. Таким образом, за счет содержащегося в нем масла, тесто немного отвердеет и с ним будет легко работать. Рабочую поверхность присыпаю мукой. Охлажденное тесто. Раскатываю его так, чтобы получить толщину примерно 3 мм. С помощью формы вырезаю диск. Вот так. Форма у меня смазана внутри сливочным маслом. Укладываю вырезанный диск на дно. Оставшееся тесто раскатываю в длинную полосу. Также толщиной около 3 мм. Вырезаю полосу шириной примерно 5 см. Размещаю полосу по бортику. Так, чтобы 1 см заходил на дно. Пальцами придавливаю тесто по низу, чтобы объединить его в одно целое. После я подровнял краешки, чтобы все выглядело аккуратно. Убираю в холодильник на 30 минут. Беру крем-потесье. Венчиком его перемешиваю, чтобы он стал однородным, без комочков. Вот так. Перекладываю крем в форму, так, чтобы до края оставалось около 2-3 мм. Распределяю по форме и выравниваю поверхность. Отправляю флан выпекаться в прогретую духовку. Температура 175-178 градусов на 45-50 минут. После выпекания флан будет трястись. Прикольно, правда? Но нужно ему дать полностью остыть. Кстати, если хотите, чтобы у флана была румяная поверхность, оставьте его в духовке еще на несколько минут под грилем. Но только нужно за ним следить. Когда флан полностью остыл, вынимаю его из формы. Вот таким он получается. Имеет плотную пружинистую структуру, но в то же время он нежный, довольно мягкий и тающий, с насыщенным ванильным вкусом. Готовьте, пробуйте, будет вкусно. Бон ап!